здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы будем говорить о человеке который имеет непосредственное отношение городскому округу люберцы а потому что он именно здесь появился на свет но а сам он может так сказать тоже несет своеобразный свет потому что он художник иллюстратор художник постановщик мы сейчас все это обсудим художник постановщик анимационного кино много всевозможных должностей связанных и направлений связанных с этой очень интересной профессии мало того нашему гостю удалось побывать как в советском периоде и там так сказать зарекомендовать себя так и в нынешнем российском игорь ильич олейников здравствуйте здравствуйте вот до начала программы я задаю вопрос потому что это всегда очень тонко потому что все мы были маленькими все читали да как ни странно да все читали какие-то детские журналы на к каждый на своем этапе вот и конечно же смотрели мультипликационные фильмы причем как мы помним они еще делятся там на всякие варианты кукольные рисованные тогда легла вот иногда всех кто рисует мультяшные персонажи их называют там мультипликатор это советское название аниматор это как бы уже такое постсоветское название в чем разница между художником иллюстратором тем более что иллюстрация ведь тоже может ожить и мультипликатор значит смотрите мультипликаторами у нас почему-то называют всех кто работает в анимационном кино не так аниматор это очень узкая профессия тот человек который именно оживляет персонаж как актер играет как актер то рисованный актер это вот это только аниматор и от этого кстати качество фильма зависит какой аниматор а дальше режиссер художник то все но аниматор то очень узкая отдельная профессия это не не те кто работает в анимации вот а иллюстратор это просто я рисование статических неподвижных картинок может быть аниматорами назвали то что все таки это через действия до иллюстрация хотя тоже иллюстрация может по-своему жить же правда по-своему выражать свои эмоции к естественно что художник вложит то и тому вид хотя конечно иллюстрацию принято так быстро пролистывать и все и все ну с моими надо было конечно очень долго быстро пролистывать картинка начинает двигать это если сделать последовательно 1 за другой да ну мы наверно с вами видели сейчас век так сказать возможности и монолиза нам начинают улыбаться на картине чем танцевать все возможно ожирить но все таки профессия очень интересно редко и как вы понимаете не могу не спросить вас вы житель люберецкий по полной программе да что такое гражданин городского округа люберцева что такое люберецкий уйд сушите я не знаю нет люберец тебя вы что мне было время когда это понималось только в одном это да но вы же обратили внимание я на это не нажимаю для вас что так даже сейчас при слове люберец к все ой говорят люберчанин люберчанин да не знаю я родился и выразить право я очень сильно дальше своего двора не выходил я такой был я я всех всего города я не знал совершенно почему до перекрестка нам до парка и за линию вообще никогда не ходил только вот тут мы не знаем а мне не было потребности не было потребности у нас в дворе мне вот так хватало всего общения ну и как я понимаю что немножко познакомившись с вашей биографии у вас было два выбора они очень четко связаны с вашей семьей потому что и мама чертежки да папа уже не ручок да когда гибра каучик гибра каучик про каучик за 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 проектировали да там еще ударение но я помню из школьных лет такое слово сложное и у вас было естественно такой выбор я так понимаю либо инженером становиться либо чеком творчество в общем да потому что на творческого я провалил экзамены и тут же пошел на инженера провалили экзамен а то есть рисунки а как это полиграфический институт ударе по пять лет поступали по пять лет и то хорошо что из четырех рисунков у меня две было тройки на остальные двойки естественно но а с первого раза кто захотел вы сами захотели туда поступать полиграфический мама папа как вы знаете как-то я даже не планирую поспать полиграфический для меня это было недостижимо совершим а мама взяла отнесла туда моей работы на на приемную комиссию они увидели скай о это наш человек не давайте заявление пробуйте да но я попробовался провалился и пошел в институт инженерный вообще творческая профессия если мы почитаем истории известных людей это довольно сложно но за исключением может быть когда там театральная семья киношная семья и так далее как бы или циркова то сам бог велел эти поступки ну так сказать в этом же направлении у вас вот вы говорите что подали и подали то есть вы сами кем хотели быть когда заканчиваете 7 кого от меня было так вот почему-то именно с 7 класса была мечта работать в анимации мультипликации тогда это называлось так именно в мультипликации была работа мечта но не я даже после второго курса был приходил на студию стоит мультфильм я приводили показывал свою работу не сказали о это наш человек приходите когда закончите институт приходи я так и сделал отработал три года и что закончили вы в итоге как инженер да как вот как называется ваша для механик наверное химические аппараты строения у меня был вот так не связано в итоге была жизнь ваша с этой профессии нет нет ну как не связано а последу да потому что во мне инженер остался и я в некоторых своих книжках вовсю туда вот меня была книжка это самый чучело меучило где кот на трубе сидела чуть-человек на трубе сидела вот я там на трубах оттянулся как мог на трубопроводах на всяких фланцах то есть вы просто так или нет там мое инженерное будущее прошлое вылезло я знаю что все-таки союз мультфильмы вы сами сейчас подтвердили вы все-таки каким-то образом туда попадаете но давайте мы все-таки разделим вашу персональную историю потому что вы чуть позже мы начнем называть работы ска или скажем так название произведений до связанных в том числе и именно с вами потому что там тайна третьей планеты жил-был пес многое-многое такое что до сих пор что называется сейчас народ должен так встрепенуться да потому что когда мы видим кино обычное художественное да то там актер как бы дальше а тут актеры такие которые создаются руками мультипликаторов и так все-таки после того как вы закончили этот инженерный вуз до высшую учебное заведение диплом институт химического машиностроения вы пошли дальше куда инженера на все времена три года хочешь не хочет работать не хочешь да ну работали как первые два года еще как-то чертил а потом я руководители за дверь я рисовать на курме как сидел рисовал и потом меня стали заваливать сет газетами какими-то плакатами для вечеров уже все забили на меня даже не самодействие да 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 и в конце концов мне сказали что хватит здесь позорить наш институт и дикты на связь мультфильм как ты хотел я собрал все свои рисунки что были тогда и пошел и попал именно в ту в то место в то время в ту минуту когда надо было когда роман качанов набирал группу на тайну третьей планеты ну вот сейчас мы начнем с тайны третьей планеты потому что на мой взгляд по ну масса у нас знаменитых легенд мультипликационных но тайна третьей планеты безусловно особняком стоит она и сегодня смотрится как будто бы вчера сделано сто лет не видел не знаю на фоне миядзаки на фоне всего я не знаю как это смотря боюсь посмотреть а я боюсь что надо посмотреть нет не надо знаете никогда не возвращайтесь в то место где вы были счастливы когда-то вот я вот по этому принципу не надо смотреть вот эти были счастливы получается что маленький семиклассник илья который что-то увидел и захотел чтобы эти фигурки двигались или по крайней мере что написать нарисовать да просто мне нравился стиль на лил я прислой просто мультфиль на экране тогда я бежал сломя голову и просто вперед то есть если мы мультики смотрели просто потому что мы смотрели то вы уже как будущий профессионал я ходил в кинотеатр россии там был зал зал мультипликации и я ходил до сеанса только взрослой мультипликации утром было детско а я ходил на взрослых на мне интереснее в то раз казалось. А, ну она, да, она более такая серьезная. Конечно, она более серьезная, да. Ну и вы пришли в «Союзмультфильм», начинается «Тайна третьей планеты». Расскажите, как это все происходило? Какая у вас была задача там? Ну, меня взяли ассистентом художника постановщика. Что такое ассистент, художник, постановщик? А это рисовать, что тебе скажут. Я рисовал фоны. Фоны, ну, это вот фон, на котором происходит действие. Ходят персонажи на каком-то фоне определенном. Вот эти фоны, 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 я не знаю, как правильно. Ну, фонить, я рисовал, и не один, там у нас несколько человек было, ассистентов. Вот я их и рисовал в этом фильме. Так, ну для того, чтобы рисовать даже декорации, скажем так, вы же должны знать общую канву всей картины. Ну, естественно, как сценарий я знаю. А потом карандашный эскиз мне давал художник-постановщик. Художник-постановщик мне так набрасывал где что и как, а я уже красками на целлулоде с обратной стороны все это рисовал. Так, и дальше потом, как это все собиралось, как это происходило? Наверное, что-то приходилось перерисовывать, дорисовывать. Приходилось, если что-нибудь халтуришь там или неправильно сделаешь, приходилось перерисовывать. Я сначала очень переживал, когда ошибался, а потом ничего. Провел это все быстро. А как вот еще такой важный момент. Все-таки это же творчество и одновременно поставленная задача. Ну, знаете, как есть, я думаю, вы это точно знаете, люди, которые поставишь им любую картину, они ее перерисуют один в один. А для того, чтобы самому придумать, знаете, как сидел, сидел человек, пойду-ка я напишу цветочек такой, пошел, написал. Вот это же четкое такое разделение. Естественно, есть ремесло и профессия. Вот как вы вынуждены были писать то, что на заказ, и была возможность свое что-то применить? Меня это совершенно не трогало, потому что я на Союз в мультфильм попал. Это был для меня рай просто, рай божий. Чем там возмущаться, когда ты в раю находишься? Нет, что сказали? Я там потом работал на одном фильме, сказка о царе Салтане, где надо было просто ставить, вот тебе далось лицо, и надо было ставить цветные точки, на следующем цветные точки. Вот я работал так полгода, ставил цветные точки. Но, правда, к тому времени меня это бесить уже начало. Это работа ассистента, звездочки там, вспыхивают звездочки. Вот я эти звездочки рисовал. Ну, вот так и получается, кто-то написал звездочки, кто-то еще что-то озвучил, кто-то придумал канву, а в итоге это большая, серьезная работа получается. Конечно, коллективная, да, большая. Все вручную нарисовано. Не могу не задать вопрос, сейчас мы пойдем дальше по тем работам, будете называть, это же интересно, тем более, что вы, кто бы мог подумать, что вот эти звездочки, которые так быстро... Ой, из меня бесило страшно. Спущу. Причем меня пригласили быть художником-постановщиком на другой картине, а этот художник, повторюсь, меня не отпустил. Сказал, что Игорь Юрьевич незаменим. То есть эти точки, это я не был как бы незаменим. Ну, понятно. Я помню, напился вообще. Но пришлось. Остался, конечно. Ну, понятно. Не отпустили. Вот. А все-таки рисованные на продукт, скажем, ну, мультики, давайте по-советски вам называть, и кукольные. Это глобальная разница? Да, конечно, большая очень. Я в детстве никто не любил кукольный мультфильм. Почему? Никто. Ну, потому что это, ну, кукла такая, крупный план, она не всегда держит. Не жива. Видно. Ну, да, как-то вот это движение. Ну, я не знаю. Кукольный... Нет, я преклоняюсь перед кукольными аниматорами. Это какой-то труд ужасный совершенно. Я все преклоняюсь. Есть роскошные кукольные мультфильмы. Шикарные совершенно. Олосы громят вот эти вот пластилиновые. Роскошные совершенно. Но в моем детстве пластилин совершенно не канала ничего. Только рисованное. Ну, Чебурашка и Барежка, они вне конкуренции стояли. Это отдельно совершенно. Ну, да, потому что... Качанова. Фильмы Качанова. Еще 38 попугаев были. Вот такие фильмы, вспышки такие яркие среди общего кукольного. Причем это сериал. Ну, 38, да. Это получился такой даже сериал. Это тоже редкие случаи, когда... Мы же тогда не понимали, что есть такое слово сериал и так далее. Нет, нет, нет. Но в целом, конечно же, рисованные мультики, рисованные анимационные работы. А у них на Западе как больше? Что разве там? Нет, конечно, ну не сейчас, а 3D сплошь и рядом. 2D очень-очень мало и кукольного очень мало. Но я люблю 2D, мне 3 уже вот так надоело. Ну, 3D как бы есть. Уже надоело до смерти совершенно. Все заштампованы, все. Помню, 3D же начиналось еще со стереокинотеатров, помните, в Советском Союзе? Было, да, было. Да, когда псевдо или как я уже не знаю. Но это кино, это не анимация, это кино. Да, это кино, но оно как-то все равно не зашло. Ну, не будем сейчас говорить об этом, сделаем небольшую паузу и вернемся к разговору о работах нашего сегодняшнего гостя, который, между прочим, награжден особенной такой наградой, о которой мы тоже должны рассказать. У нас в студии Игорь Олейников, человек, который рисует персонажей, и который потом с помощью других людей оживают. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня мы говорим об искусстве, причем об искусстве иллюстратора. Попробуйте иллюстратору, скажите, что он аниматору набидится. Но он делает иллюстрации, а потом кто-то, специально подготовленный человек, превращает эти иллюстрации, дает им какую-то такую живинку. Игорь Юрьевич Олейников здесь у нас в студии. Человек, который несколько сразу профессий имеет. Художник-иллюстратор, художник-постановщик, ассистент художника-постановщика. Какие еще у вас специальности были в вашей работе? Или вот это остальное? Нет, ассистент художника и художник-постановщик. Если не считать инженера до этого. Вернемся к тем работам, над которыми трудились в том числе и вы. «Тайна третьей планеты». А дальше что еще есть в вашей копилке? Интересные какие-то? У меня только три любимых фильма. Это «Жил-был-пес», «Мартынка» и «Путешествие муравья». Три любимых фильма. Я думаю, что многие подпишутся под вашими. Давайте поговорим тогда об этих работах. «Жил-был-пес» – это вообще какая-то такая... Кстати, это все-таки взрослая работа для взрослых. Для всех, скорее всего. Это на все уровни, что называется. Да, на все уровни. Как вы попали в эту работу? Ну, как? Я работал на «Тайне третьей планеты». Приходил в группу Эдик Назаров. Его жена была ассистентом режиссера. Общались, все. Он видел, как я работаю. Как мой друг работает, Виктор. И пригласил нас быть ассистентом у него. И что входило в вашу работу? То же самое. Фоны. Фоны, фоны, фоны. Плюс мы еще обрабатывали... Если присмотреться на персонажах, в «Жил-был-пес», у них такой краешек цветной есть. Это как будто тень. Да. Это все рисовалось вручную. Это характерно. Да. Это все на каждом кадре рисовалось вручную. И это тоже мы делали. Каждый кадр обрабатывали вручную. А главных героев кто рисовал? Нет. Кто придумал главных героев – художник-постановщик. Он же режиссер. Эдик был сам у себя художником. То есть получается, что вы делали, как бы это сказать, как в кино, актер в представляемых обстоятельствах. А у вас... Я не рисовал. Я рисовал только фоны. Так я же говорю, вы же создавали тоже атмосферу? Ну да. Получается. Да, заданную. Заданную мне. Если мы вспомним «Жил-был-пес», то там атмосфера играет огромную роль. Там даже вот этот звук ночи, да, стрекот, вот этот... Звук – это режиссер подкладывался. Нет, нет, но все вместе. Ну все вместе, конечно. Так в этом и мастерство режиссера, чтобы создать все вместе. И звук, и изображение, и музыка, и шумы – все вместе. Это должно все вместе быть гармонично. А сколько примерно людей работало над созданием «Жил-был-пес»? Если так посчитать количество. Человек 15-20, наверное. 15-20? Ну 20, наверное, ближе, да. То есть сюда входит и... И редактор, и директор фильма, и композитор, ну композитора там не было. И оператор, ассистент оператора, ассистент художника, ассистент режиссера. Много. Аниматоры, прорисовщики, фазовщики, заливщики. Там много очень было. Это же ручная работа была, это же не компьютер. Кстати, ну вы сами даете такое, мы запрыгиваем чуть-чуть вперед. Сегодня мы же живем в век искусственного интеллекта. Да. То есть означает это, что, ну мы же знаем с вами, ваших коллег, не будем называть картину знаменитую, со знаменитым котом, вот, который сейчас продолжили, да и с знаменитым волком продолжения всякие снимаются. То есть, грубо говоря, если взять сейчас тот же «Жил-был-пес», то искусственный интеллект может придумать... О, не-не-не, «Жил-был-пес» не надо трогать. Нет. Это святое. Я просто спрашиваю, ну это возможно же? Возможно, конечно, но я надеюсь, что никто не переступит эту черту, понимаете? «Жил-был-пес» – это святое совершенно. Там он не предполагает продолжения, мне кажется, никаких. Не знаю, не дай бог кому-то в голову сделать продолжение. Это вообще какая-то катастрофа. Ну вот я к чему веду? Ручная работа или работа массовая, когда уже за нас думает компьютер? Нет, ну пока что интеллект еще не придумывает анимационные фильмы. Не знаю, может, он там участвует, конечно, в создании сейчас. Я не в курсе, я давно уже ушел из этой области и не планирую возвращаться туда. А почему? Не хочу, потому что, во-первых, в иллюстрации-то сам все хозяин. Ну, не считая издателя. Ну, с создателем у меня другие разговоры. Сейчас об этом поговорим, но давайте еще о работах ваших завершим уже историю. С муравьем как шла работа? Прекрасно. Тоже те же фаны, те же фаны. Плюс, да, кстати, и в «Жил был пёс», и в «Муравье», и в «Мартынке» мы же сами озвучивали. Там шумы, все хихихиканье, все эти возгласы за кадром, это все наши голоса там. А в «Жил был пёс», вот этот младенец сидящий, который на холме, это голос моего сына. Да ладно? Ну, мы же записывали ребенка, когда он лялякал. А ей принесли, поэдик сказал, несите все свои голоса, у кого что есть. Вот это голос моего сына. Ну, вот видите, дебют, можно сказать. Ну, вот это, правда, неожиданная такая история. Ну, я так понимаю, что мультипликация – это отдельная история вашей жизни, но вернемся к основной вашей профессии, потому что иллюстратор – это еще и работа в детских журналах, и вообще иллюстратор. Сначала в журналах, да. Да. Вот как происходила эта работа? Она параллельно шла, вы же пришли в «Союзмультфильм» и параллельно работать начали уже как… Да. Параллельно. Просто моему режиссеру Эдику Назарову предложили сделать обложку для журнала «Миша». Мы как раз муравья закончили делать, и там попросили называть муравейник. Он сказал, Игорь, ты знаешь, мне что-то некогда и неохота, давай ты сделаешь. Я вот сделал эту первую обложку для журнала «Миша». И все, они меня стали приглашать на все ресурсы в номерах. И вот так я потихонечку-потихонечку вошел в иллюстрацию. И потом я подумал, что Эдик, наверное, может быть, хотел меня просто вставить туда в эту работу в журнальную, что он неправду сказал, что ему неохота, он хотел передать просто мне эту работу. Я так думаю. А не совсем не потому, что ему не хотелось. Он меня хотел так вставить. И поставил, да, на эти рельсы иллюстрации. И что такое иллюстратор тогда, иллюстратор сегодня? Иллюстратор всегда иллюстратор вообще. Ты читаешь, ты всегда привязан к тексту. Всегда привязан к тексту. Но привязан может быть по-разному. Можно идти буквально вслед за текстом, все-все-все делать. А можно как бы параллельно идти. Немножко придумывать как бы свой мир. Я сейчас пример приведу такой немножко отдельный. Вот «Алиса в стране чудес». Много произведений создано, художественных, мультипликационных, в том числе и иллюстрации. И человек, который читает произведения, он либо должен показывать, ну, как вы говорите, близко к тексту, либо придумывать, то есть фантазировать. Да. Вот вам больше что нравилось? Фантазировать? Поначалу, конечно, я шел точно по тексту. Вот как нарисован. Зеленое, значит, зеленое. Да. Нет, если там описано зеленое, надо рисовать зеленое. Если описано, что лето, надо рисовать лето. А если будет написано непонятного цвета будет фраза? Если там вообще цвет не указан, да хоть какой рисуй, да хоть что рисуй. Так, так. Ну, а потом фантазировали. А потом, да, потом в какой-то момент вдруг мне стало понятно, что я хочу не просто иллюстрировать, а я хочу как бы сам додумывать еще миры. Вот это началось у меня с «Легенды короля Артуре». Ну да, там можно. Самая известная такая, очень такая разгламуренная, такая очень гламурно иллюстрируемая книга. Такая все там прекрасные дамы, прекрасные кавалеры, все в латах блистающих, все в шикарных платьях. Хотя происходило действие короля Артура в VI веке. В VI веке. Какие платья, да? Какие платья, какие латы вообще. Все были грязные, вшивые, вонючие и доживали там до 30 лет вот так. Я думаю, всем этим рыцарям короля Артура было лет по 20, не больше. И они уже считались взрослыми людьми. Да, уже взрослые, совершенно. И я так и рисовал их, кривые, косые, все одеты в какое-то непонятно во что, солома на полу, никаких замков шикарных, ничего, сарая с чистоколом, вот тебе весь замок. И вот так я нарисовал всю книгу. И вот после этого у меня вот так и пошло. Так и пошло. Я уже стал придумать какой-то свой параллельный мир, опираясь на текст, опять-таки. Опираясь на текст. Но у каждого же есть свой почерк, свой какой-то стиль. Вот вы как себя бы назвали? Я не знаю. Я не могу сформулировать в отношении себя. Хорошо. Как вас называли, коллеги, может быть? Такого нет? Я знаю, что когда сказал одному редактору, сказали, что Олеников детский художник, он сказал, с чего это вы взяли, что он детский. Так что я теперь уже не детский, давно уже не детский, да. Ну, мы возвращаемся опять же к Джиллу Пёсу, что детскость, вернее, взрослость – это не всегда детскость, а детскость – не всегда взрослость, а иногда наоборот. Всё зависит от того, как художник видит ту или иную историю. Но в любом случае, вы человек творческий. Это значит, что вы видите мир по-другому. Я не знаю. Нет, но так получается, да. Ну, не то, что по-другому, но я могу додумать, домыслить. Это моя работа в кино меня привела к тому, что я сейчас на каждое происходящее событие, какую-то там, не знаю, фразу, поступок, чей-то начинаю додумывать продолжение. Сценарий пишу в голове у себя. А что будет дальше? Ну, это вот не знаю, хорошо или плохо. Иногда это плохо, кстати, в жизни, когда начинаешь додумывать то, чего ещё нет, и может это не произойти, а ты уже додумал всё это. Ну, вот ещё такая история. Возьмём, опять же, тем более, что Шеллок Холмс тоже есть в вашей истории, в вашей персональной. Я не люблю этот фильм. Нет, но я имею в виду, что если бы человеку никогда не показали бы ни один художественный фильм, ни одну иллюстрацию, и вот просто сказали, бери книгу, читай, каждый же рисует для себя в голове своего Шеллока Холмса, да? Да, да. Вот вы тоже так читаете книги? Именно поэтому я не очень люблю кино, потому что, когда читаешь книгу, ты видишь свой мир, составляешь весь свой мир. Кино тебе даёт готовый уже мир. Поэтому я сейчас не часто смотрю кино, а в основном читаю книги. Книги? Да, и, конечно, додумываешь всё. И как выглядит персонаж, и как выглядит его квартира, как выглядит всё. Да, конечно, додумывается всё. То есть получается, что если режиссёр, который создаёт картину, вот он должен посидеть, поговорить с актёрами, как там обсудить персонажа, как персонаж встаёт с утра, как он чистит зубы, как он идёт на работу, я не знаю. Наверное. То у вас немножко по-другому работает? В каких условиях он это делает? Как у неё комната обставлена? Я тебя веду в иллюстрации? Да. Нет, если ничего не описано, точно, то делай, что хочешь вообще. Если не написано, что действие происходит летом, я всегда загоняю в зиму. Я даже сделал ветхий завет, книга была по ветхому завету, книга Иисус Занин. Да, зима, я очень люблю зиму, да. Кстати, я тоже. Я человек с севера. Севера? Да. А почему? Не знаю, мне так нравится, потому что он лаконичен, он очень... Я не люблю пышность ни в каком виде, ни роскошь, ни пышность, а север, он такая простая, лаконичная, очень природа, где надо увидеть свою красоту. Мы как-то были в Норильске, ехали из Норильска в аэропорт, и вот мы ехали по тундре, и вообще было белое небо и белая земля, и только вот на горизонте такая цепочка маленьких деревьев была, и всё. Вот это более красивый пейзаж я не видел вообще в своей жизни. Но, с другой стороны, для иллюстратора один белый цвет. Смотря как с ним работать. А, чуть-чуть так, чуть-чуть, да, так. Я постепенно, с годами я пришёл к простоте. Я понимаю, что очень много рисовать всего на листе, это не всегда хорошо, а главная мысль, главная мысль, всё. Композиция. Это когда-то, когда мы работали на «Жил был пёс», Эдик Назаров, ну, Эдуард Назаров, никак не мог добиться от аниматора правильной сцены, никак не мог. Он всё делал, всё не то, не то. И в конце концов, Эдик сказал, «Дима, сделай мне статику, но выразительную. Пусть будет неподвижно вообще, но выразительно». И вот эти слова мне запали совершенно в душу и в сердце, и я с ними так и живу. Пускай будет немножко, но очень выразительно. Ну, наш разговор может продолжаться бесконечно, потому что говорить с человеком не просто творческим, а который живёт в этом. И я вот сейчас вспоминаю, даже, помните, было издательство, по-моему, детской литературы ещё? Да, было, конечно. Вот, такой сильный, серьёзный, да. И многие книги с детства, переходя уже во взрослую жизнь, они-то иногда считываются, ну, особенно, когда период, то ты любишь читать, потом ты не очень любишь, ну, есть другие дела, потом ты опять возвращаешь их к чтению. И вот от иллюстрации много зависело от того, как книга проиллюстрирована. И сегодня многие книги, которые, ну, скажем, там, в букинистических магазинах продаются, иногда их покупают уже не связанные с текстом. Ну, Пушкин, он и есть Пушкин. Да. А именно кто иллюстратор. Да, да, да. Поэтому вот то, что вы говорите, вы создавали фон, а создать кто-нибудь другой, может быть, по-другому бы картина бы и смотрилась. Естественно. Ну, и в завершение не могу не адресовать вам еще один вопрос. Люберцы у нас вступили уже в новое столетие, 401 год. Да, звучит так серьезно, и мы при этом присутствуем. Вот, что бы вы пожелали всем люберчанам? Я поздравляю всех люберчан, как бывшие люберчане, поздравляю всех. Ну, желаю, чтобы город дальше расширялся, процветал. И как бы я, кстати, у меня квартира здесь осталась в Люберцах, и я приезжаю, когда я еду по улице Кирова, и вижу, как улица Кирова поделилась на две части. Первая, ближняя к Москве, это совершенно такой новый, такой сити-город, а потом приезжаешь в старый город. И в старом городе все осталось, как в моем детстве. Дома, вот те же трещины на асфальте, третий, ой, так странно смотреть, как улица Кирова преобразилась. Ну, вот обратите внимание, только истинный художник может обратить внимание не просто на трещину с точки зрения, что ай-яй-яй, а что в этом есть какая-то своя, ну, такая сердечная жизнь. Детство у всех – это такая страна, куда, знаете, детство, оно всегда безупречно. Напомню, что у нас в гостях Игорь Ильич Олейников, художник-иллюстратор, художник-постановщик, человек, который не только может по-своему читать книги, но и может их по-своему иллюстрировать так, как ему это видится. Да, как мне это видится. Я рисую для себя, как я все время говорю, я рисую не для читателей, извините, а для себя. Ну, а нам остается либо принимать эту историю, соглашаться и радоваться, либо отвергать ее, искать кого-то другого. А издатели терпеть убытки, да. Или наоборот радоваться. Или наоборот, да. Спасибо вам огромное. И вам спасибо. Вам желаем творческих успехов, дальнейшего нахождения в этом бесконечном мире. Тут невозможно остановиться. Ну и надеемся, что еще как-нибудь увидимся здесь у нас в студии. Игорь Ильич Олейников, советский-российский художник-иллюстратор, художник-постановщик. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!